Пытаются создать атмосферу страха в Карабахе, депутат о ситуации в селах Наршен и Храморт. Азербайджанские провокации в основном проявляются беспорядочной стрельбой, кроме того, они через громкоговоритель призывают жителей покинуть территории. Азербайджанские воскресенья пытаются посеять атмосферу страха и тревоги в Карабахе. Об этом написал депутат парламента Армении от фракции Честь имеют Игран Абрамян, комментируя ситуацию в селах Храморт Аскиранского и Наршен Мартунинского районов Карабаха. В обоих случаях азербайджанцы пытаются помешать сезонным сельскохозяйственным работам и подвергнуть психологическому давлению жителей близлежащих сел, отметил Абрамян. По его словам, азербайджанские провокации в основном проявляются беспорядочной стрельбой, кроме того, они через громкоговоритель призывают жителей покинуть территории. Российские миротворцы пытаются их сдерживать и подавить азербайджанскую агрессию. Несмотря на то, что в Карабахе сформировался некий иммунитет против действий воскресенья Азербайджана, очевидно, что Баку с координированными шагами пытается создать атмосферу страха и тревоги, отметил Абрамян. Ранее стало известно, что 4 марта военнослужащие воскресенья Азербайджана попытались запугать жителей села Наршен Мартунинского района Нагорного Карабаха, начали стрелять в воздух, требуя от местных жителей прекратить сельскохозяйственные работы. Напомним, в конце февраля азербайджанские военные на протяжении двух дней путем угроз пытались принудить жителей села Храмарт Аскеранского района Нагорного Карабаха покинуть свои дома. Ранее сообщалось, карабахский Храмарт попал в азербайджанскую осаду, жизнь села парализована. Жизнь села Храмарт Аскеранского района Нагорного Карабаха в последние дни оказалась парализована. Сельчане прекратили сельскохозяйственные работы из-за угроз азербайджанских военнослужащих, которые ранее потребовали от них покинуть населанный пункт. Это потребовало вмешательства представителей российского миротворческого контингента в регионе, сообщает сегодня, 26 февраля защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики, Энкаре, Гигам Степанян, который находится на месте событий. По данным армянской стороны, азербайджанские военные на протяжении двух последних суток пытаются запугать и вынудить жителей Храмарта покинуть свои дома. Они транслируют через громкоговоритель запись на армянском языке, которое содержит угрозы в адрес жителей села. Факты говорят о том, что действия Азербайджана тщательно спланированы и координируются непосредственно руководством Азербайджана. Эти действия Азербайджана направлены на психологическую дестабилизацию населения, АЧМ свидетельствует и то, что призывы записываются на видео и распространяются в социальных сетях, отметил карабахский омбудсмен. Среди более чем 300 мирных жителей, проживающих в Храмарте, 80 детей дошкольного и школьного возраста. Это — следствие атмосферы безнаказанности и попустительства за совершенные Азербайджаном преступные деяния. В этих условиях азербайджанская сторона применяет новые методы и средства для продвижения своей армяноненавистнической и террористической политики, утверждает Степанян. Защитник прав человека добавил, что для обеспечения безопасности жителей общины, их физической и психологической неприкосновенности крайне необходимы дополнительные меры безопасности как со стороны органов безопасности НКР, так и российского миротворческого контингента. В частности, постоянное присутствие группы российских миротворческих сил на территории общины может повысить чувство безопасности среди жителей общины и способствовать обеспечению нормальной жизни, — заключил он. Ранее в этом месяце воскресенья Азербайджана открывали огонь в сторону жителей Храмарта во время их проведения ими сельскохозяйственных работ. Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября и продлившихся 44 дня. По итогам войны армянская сторона утратила контроль над всеми районами вокруг НКР, а также частью непосредственной территории республики, включая города Шуши и Гадрут. В регионе конфликта размещены российские миротворцы.